Заблуждение о том, что на американский рынок очень сложно выйти, и для этого нужны очень большие капиталы. Это глубокое заблуждение. Для российского гражданина и для российского налогового резидента выйти на американский рынок проще простого. Как минимум, здесь представлены основные варианты, как это сделать. Есть еще ряд других вариантов. Можно выйти через офшорных брокеров, то есть BKS Keeper, Finam Keeper. Можно выйти напрямую через Citibank. Это будет полностью американский брокер, зарегистрированный в США с полным покрытием SIPC, то есть корпорацией по страхованию вкладов. Но это от 300 тысяч долларов. Мой личный выбор и оптимальная доминирующая стратегия – это Interactive Brokers. На нем можно открыть счет буквально с нулем. От 2 тысяч долларов, от 3 тысяч долларов. Это займет онлайн-заявка неделю. Это будет полностью американский брокер со всем покрытием SIPC. И в среднем вы будете платить за сделку 1 доллар. То есть там комиссия вычисляется от объема сделки, но минимальная комиссия 1 доллар. Если обороты будут по сделке до 20 тысяч долларов, они обычно будут стоить 1 доллар. Значит, ну, сегодня говорилось о новой системе квалификации инвесторов, о регулировании и так далее. Но я хочу заметить, что в США тоже существует система квалифицированных инвесторов. Причем там, чтобы стать квалифицированным инвестором, надо иметь от миллиона долларов. Или там второй вариант квалификации – иметь годовой доход от 200 тысяч долларов. Соответственно, квалифицированным инвесторам открыты более широкие диапазоны инструментов, такие как хедж-фонды, например, или IPO. Поэтому, в принципе, вот эта система квалификации не является уникальной для России. Она действует по всему миру. Но крайне странно, что, кажется, Банк России, ну, это напоминает идею взять дорогу и посреди этой дороги вкопать столб в надежде, что злоумышленник ударится об этот столб. И потом еще рассуждать, какой высоты делает столб – 5 километров или 10. Потому что любой гражданин России может пойти спокойно, ну, например, в компанию Freedom Finance, открыть там за неделю счет в Белизе и на этот счет покупать просто любую кислоту без всякой квалификации, без всего. Включая IPO, которые открыты только для американских инвесторов, включая облигации Венесуэлы, которые вообще невозможно нигде купить. Поэтому кого они от кого защищают – не очень понятно. Заблуждение номер два. Что придется платить двойные налоги сначала в США, потом в России. Значит, ну, поскольку США и Россия имеют соглашение о двойном налогообложении, соответственно, брокер с вас удержит часть налогов в США, а дальше в апреле следующего года надо будет подать налоговую декларацию в ФНС России и доплатить разницу в налогах, если у вас, конечно, была прибыль. Ну, а значит, ну, в общем-то, ничего смертельного этого нет, люди годами это делают, ничего в этом нету страшного. Значит, США у вас будет удерживать с дивидендов 10%, с купонов по облигациям будет удерживать 0%, с реализованной прибыли от продажи ценных бумаг будет удерживать 0%. То есть, по сути, удержание будет только с дивидендов. Дальше надо будет доплатить до российской ставки 3% по курсу ЦБ на день операции. Это все несложно. Хотя, конечно, у налоговой службы России ряд своих тараканов в голове, каждый год какие-то свои заморочки. Скорее всего, придется познакомиться с инспектором, не туда сходить разок-другой. Но это, опять же, пока что злого умысла не было видно в их действиях. В общем, подаем декларацию, и все получается. Значит, заблуждение номер 3. Уже больше не о технологических аспектах, а, скажем так, по сути. Что американский рынок – это чисто американский рынок, и все, что там происходит, это касается только Америки, а всех остальных это не касается, и нас здесь тоже. Но это совсем не так. В принципе, если мы посмотрим на композицию индекса S&P 500, по источнику выручки компаний, которые в него входят, то мы увидим, что, собственно, в США компании из S&P 500 зарабатывают только 62% своей выручки. Остальное все собирается из других источников, в том числе из Европы, из Азии развивающейся, Азии развитой и так далее. Поэтому, когда вы покупаете актив S&P 500, например, по факту вы имеете не долларовый актив, вы имеете актив, который привязан к этой мультивалютной корзине. Соответственно, всех тех стран, в которых этих компаний зарабатывают деньги. А если покупать такого имитента, как Макдональдс, например, данных Ваших в Знон, USAAPP,